так здравствуйте еще раз напоминаю что новостные блоки будут под замками я правда не понимаю я прошлый выпуск под замок убрала ну как полу замок для того чтобы можно было в плейлист потом воткнуть а вдруг смотрю там просмотры растут лайки растут как такое возможно если видео под замком так теперь второй вопрос напоминаю что круглосуточный канал народная дипломатия у нас работает на общественных началах и любая финансовая помощь приветствуется реквизиты и ссылочка нет номер киви кошелька в описании под видео и третий пункт если вам нужно больше новостей и разнообразных добро пожаловать в нашу группу вк ссылочка тоже в описании под видео также можете и сами делиться вашими новостями думала это будет последний нет не последний если у вас есть на примете интересная статья для озвучивания отдельной записью пожалуйста также делитесь вот но начинаем мы вот такого японские истребители f-35a пропал с радаров над тихим океаном министерстве обороны японии сообщили что истребитель ввс страны f-35a пропал с радаров во время учебного полета об этом пишет н.ч.к. со ссылкой на ведомство слушай нового он же невидимка он и должен быть невидим как-то он пропал если он невидим как правильно его и не должно быть видно вроде как на европейском фронте торговой войны осложнения чтобы поддержать отечественного производителя компанию боинг чьи акции сейчас стремительно падают сша заявили о введении новых торговых пошлин на продукцию евросоюза вино сыр и оливковое масло рыбу а самое главное на вертолеты и самолеты включая аэроба аэрбаз такими грубыми методами вашингтон пытается добиться от европейских партнеров чтобы они перестали субсидировать производство авиалайнеров аэрбаз дескать по данным всемирной торговой организации эти субсидии негативно влияют на сша общая сумма ущерба оценивается в 11 миллиардов долларов данное решение стало закономерным итогом судебной тяжбы между сша и евросоюзом которая длится без малого 10 лет по мнению американцев поддерживая свою компанию есть нарушает закон о конкуренции а сша чем занимается странах есть таким выводом не согласны как сообщает агентство рейтерс в еврокомиссии считают контрмеры сша сильно преувеличенными тем более что еще в марте та же это признала что соединенные штаты сами нарушают закон субсидируя боинг компания пользуется налоговыми послаблениями дополнительными стимулирующими мерами и это наносит ущерб компании аэрбаз вот только сша этот нюанс игнорирует и продолжает поддерживать родную компанию в обход требований в то но при этом считать себя вправе наказывать евросоюз когда он делает то же самое столь любопытная политика двойных стандартов лишний раз доказывает что вашингтон всегда действует по одному и тому же принципу нам можно вам нельзя блумберг сообщил об усталости конгресса от планов санкций против россии блумберг сообщил об усталости конгресса от планов санкций против россии многие законодатели утратили интерес к дальнейшим шагам против россии несмотря на появление новых законопроектов среди членов конгресса нет общего понимания какими должны быть следующие санкции пишет агентство изначально жесткая риторика отдельных членов конгресса решимости наказать россию за вмешательство в президентские выборы понемногу сходит на нет утверждает агентство блумберг это признает и соавтор последнего законопроекта о санкциях сенатор марка рубио здесь наблюдается определенная усталость от темы санкций надеюсь что нам все же удастся привлечь побольше людей на свою сторону сказал он агентство отмечает что интерес к теме российского вмешательства в избирательный процесс в сша стал пропадать после промежуточных выборов которые прошли в конце прошлого года к тому же среди законодателей нет единого мнения что именно надо сделать чтобы четко продемонстрировать свою позицию кремлю помимо этого в конгрессе не уверены в том что экономические санкции дадут необходимый эффект а отсутствие поддержки со стороны президентской администрации лишь усиливает разногласия санкции могут быть палкой о двух концах заявил агентство глава сенатского комитета по внутренней безопасности рон джонсон следует немного подождать и подумать что мы в реальности можем сделать добавил он среди членов демократической партии есть политики которые уверены что на мнение коллег может повлиять итоговый отчет комиссии спецпрокурора роберта мюллера в свою очередь сенатор джин шахин или шахин уверена что вернуть интерес законодателей к введению новых санкций может политика россии по вмешательству в дела других стран например в вопросе венесуэлы а в ответ ее однопартиец крис мэрфи заявил что в этом вопросе следует больше думать не о мерах по дальнейшей изоляции россии а о том как справляться с новыми геополитическими вызовами можно разработать стратегию чтобы помешать дальнейшему росту влияния россии а можно потратить все время на какие-то ограничения а в адрес банков и отдельных персоналей первый вариант мне видится куда более важным сказал он вы знаете я несколько раз пыталась объяснить людям насчет интонации это же не художественная литература где нужны какие-то интонации грубо говоря художественное чтение это же просто статистическая аналитическая политическая статья какие интонации какое выражение может быть здесь если это не художественная литература тем более я не чтец я стример статьи это побочное явление в нашей работе коммерсант цик украины требует от порошенко и зеленского провести дебаты на телевидении председатель центра сберкома украины татьяна слепачук заявила что дебаты кандидатов президенты это официальное мероприятие которое оплачивается из госбюджета и должно проводиться в соответствии с законодательством согласно постановлению украинского цикка дебаты кандидатов владимира зеленского и петра порошенко должны пройти в студии телеканала общественного телевидения госпожа слепачук добавила что в постановлении цикла указан конкретный адрес телестудии куда должны приехать кандидаты сообщает рбк украина так но все остальное можно в курсе первые новейшие истребители су-57 отправят в крым новейшие серийные истребители пятого поколения су-57 первым получит один из авианосных авиационных полков южного военного округа на данный момент в минобороны обсуждают в какую именно часть отправить первые истребители пятого поколения в третий смешанный авиационный полк в крымске или в 38 истребительный авиаполк на аэродроме бельбек под севастополем пишет известия по словам бывшего командующего 4 армии ввс и пво генерал-лейтенанта валерия горбенко южный военный округ выбран не случайно так как на сегодня это стратегическое направление считается напряженным в первую очередь новая техника поступать туда где необходимо прикрывать опасные направления а в частях и соединениях на вооружении находятся устаревшие модификации самолетов например в краснодарском крае на авиабазе в крымске основной истребитель уже устаревший су-27 при этом обстановка в зоне ответственности этих самолетов достаточно напряженная подчеркнул горбенко как поступят с устаревшими истребителями су-27 пока неизвестно обычно такую технику отправляют на авиазавод для модернизации либо снимать вооружение списывают напомним су-57 многофункциональный истребитель пятого поколения разработанный на замену су-27 истребитель может развивать скорость до 2,6 тысяч километров в час дальность полета составляет около четырех тысяч трехсот километров кроме того он способен обнаружить я думаю 4 300 это без дозаправки кроме того он способен обнаружить летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей ранее россия заявила о готовности продать китаю истребители су-57 смотрите еще больше видео на youtube канале взгляд вот у меня вопрос как можно включать ютубовские видео и чтобы за это не блокировали запись как другие умудряются у меня не получается у меня сразу блокировка идет как только даже кусочек видео попадет турция готовится к проведению новой операции в сирии это за 8 апреля турецкий лидер реджеп тейп эрдоган в беседе журналистами перед вылетом в москву заявил что намерен обсудить с российским президентом владимиром путиным новую операцию турции в сирии наше приготовление на границе закончено все готово для операции в любое время мы можем ее начать во время визита в россию с глазу на глаз с путиным примечание артии мы обсудим эту тему среди прочих цитирует риа новости эрдогана более 37 тысяч человек на украине заболели корею с начала года центр общественного здоровья министерства здравоохранения украины сообщил что более 37 тысяч человек в стране заболели корею с начала года с начала года с 28 декабря 18 по 4 апреля 19 корею заболели 37 тысяч триста двадцать восемь человек 17 тысяч 16 взрослых и 20 тысяч триста двенадцать детей от осложнений корею умерли 14 человек отмечается в заявлении в ведомстве отметили что в последнее время на украине фиксировалось падение уровня заболеваемостью корею однако в настоящий момент вновь наблюдается тенденция к росту ранее фан писала что украинский минздрав сообщил о случаях заболевания корею среди сотрудников ведомства а 8 апреля телеканал 360 со ссылкой на роспотребнадзор сообщил что россияне могут бесплатно сделать прививку от коре до 1 октября но вакцина вакцинацию можно пройти в любой медицинской организации по месту жительства но начинается так идем дальше в посольстве сша в киеве планируют вести уроки русского для сотрудников посольство сша в киеве запрашивает услуги по проведению уроков украинского и русского языков для своих сотрудников а также их родственников об этом говорится в новом контракте опубликованном на сайте госзакупок сша посольство сша в киеве запрашивает услуги по проведению уроков украинского и русского языков для его сотрудников а также их родственников имеющих право посещать такие занятия учащихся надлежит вывести на базовый или продвинутый уровень владения этими языками а также снабдить нужными для работы специализированными навыками коммуникации в области профессиональной деятельности и повседневной жизни говорится в заявке как отмечается в документе ориентировочный срок оказания услуг составит два года в 2018 году верховная рада украины приняла в первом чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка на как государственного определяющий его как единственной официальной стране кроме того законопроекте предлагается ввести экзамены для чиновников на знание украинского языка и штрафовать за публичное унижение или презрение к нему официальный представитель мит россии мария захарова подчеркнула что такого рода нововведения расходится прежде всего с нормами конституции украины который гарантирует свободное развитие использование и защиту русского языка других языков нацменьшинств немецкая делегация обматерила украинских коллег в пассе из-за россии на поведение немцев пожаловался депутат верховной рады руководитель немецкой делегации в парламентской ассамблее совета европы андреас ник недостойно себя повел в отношении народных депутатов украины инцидент произошел во время неформального заседания политической группы европейской народной партии о поведении немецких делегатов страсбурге рассказал депутат верховной рады борислав береза борислав береза об этом сообщает издание укр информ политик объяснил что происшедшее нельзя назвать дебатами или обсуждением представители германии выражались грубыми ругательствами более того была ненормативная лексика сказал береза он отметил что немцы были раздражены и обижены потому что украинцы возглавили движение противостояния с ними причиной конфликта стали поправки в регламент организации позволяющей россии вернуться в пассе после скандала украинский депутат сравнял главу немецкой делегации андреаса нико с гпотой погиб украинский депутат нацист отбиравший храму церкви для раскольников давайте прямо отсюда буду читать василий габор нацист и депутат тернопольского областного совета организовывавший насильственные переходы в кавычках храма в украинской православной церкви так называем пцио погиб в результате страшной аварии об этом сообщили его однопартийцы по фашистской свободе печальная весть пришла не стала нашего побратима патриота националиста свободовца написал олег тягни бог богоборец умер в больнице 4 апреля через 10 дней после жуткого дтп не приходя в сознание 27 марта произошла авария на дороге ради виллов кременец острог габар находившийся за рулем личного автомобиля мазда 6 не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу где произошло лобовое столкновение с грузовиком политика выбросила из автомобиля у него диагностировали перелом основания черепа в течение недели он находился в церебральной коме сообщается что у габора остались двое детей а также беременная жена 35-летний депутат руководил одним из центров националистической группировки в его свобода партия тегни бога был инициатором захвата храма в селе прыков шумского района терновской области и бойкотировал восстановление братских корпусов свято-успенской почаевской лавре радикал неоднократно высказывался против украинской православной церкви и активно помогал раскольникам летом 2017 он со своими боевиками со скандалом сорвал выделение земли почаевской лавре на сессии местного городского совета свободовцы угрожали депутатам расправой за выделение земли необходимой обители для обслуживания двух старых полуразрушенных братских корпусов которые лавра планирует восстановить почаевский гурсовет тогда обратился в полицию которая открыла уголовное производство по факту происшедшего мама дорогая как говорят в таких случаях до мотор показался в кабине смятку перед да и дорог смотрите ям на яме ну хотя мы смотрели с вами дорогие похуже состояние я боюсь что если я сейчас видео включу статейку мне не просто заблокирует ее удалить под потребует давайте тогда без звука как-то может за изображение ничего не будет у вас ям документатором вы вынесла как его так это он в грузовик врезался или грузовика в него иран внес армию сша в список террористических организаций давайте еще раз прочитаю чтобы вы иранский высший совет нацбезопасности внес американские вооруженные силы в национальный список террористических организаций сообщил телеканал пресс-тв ранее в понедельник президент сша дональд трамп заявил что вашингтон принял решение включить иранский корпус стражи исламской революции в число террористических организаций как представителя страны спонсора терроризма список военных операций сша ой нет я здесь и это караул ссылка на него есть в группе вк если чё а давайте вот такую статью прочитаю правильно дима заметил дима это наш редактор в группе вк китайцы придумали вертикальную парковку автомобилей не придумали а реализовали сделали а придумали это в советском союзе эта публикация была в технике молодежи за 1983 год так что разработку советскую свистнули и реализовали в реальность ну как бы это сказать давайте прочитаю сначала а видео опять без звука может так как это слово есть проканает видео китайцы придумали не придумали а просто реализовали вертикальную парковку автомобилей перенаселенность китая в купе с врожденной изобретательностью его нет но это это дочитать не буду просто посмотрим это изобретательность советского творческого человека пока советский союз был жив чё творили чё вы творяли до сих пор наработки используются в пк ну вот смотрим ну если я звуку запущу уже понимаете ну весь блок новостной заблочит так что идея советская надо было просто как это правильно сказать идею застолбить и теперь бы это стригли купончики вот за использование идеи японцы и китайцы видимо как это сказать технику молодежи собирали имеется ввиду журналы ну а теперь выдергивают оттуда идеи и реализовывают нормально так я у вас тоже кстати технический человек клавиатуру я таки починила всю вот эту навороченную правый порт только не работает но даже быстрый запуск стал срабатывать представляете полгода не работал вернее с нового года как вот шампанским то залила ничего я все слои этой гибкой клавы просто прям мочалкой протерла водой высушила и по новой собрала видимо когда я на новый год ее мыла где-то все равно сладкое осталось ну вот это сработало так дальше ой если бы у нато не было россии ее пришлось бы придумать и точно и не только нато чехия ирже выводил и если бы у нато не было россии пришлось бы ее придумать почти комично выглядят встречи двадцати девяти министров иностранных дел стран нато которые собираются из-за одной единственной страны россии чтобы обрушить на нее весь свой гнев бюджет этих государств во много раз превосходит российский но под руководством своего генерального секретаря они все равно раздувают истерию правильно заметил наш редактор дмитрий россия единственная страна которая контролирует блок нато изменить и эти волны истерии в разных странах нато получает разный отклик в конгрессе сша после выступления столтенберга ему аплодировали стой за его слова о том что россия представляет угрозу для североатлантического альянса так как теперь это более агрессивная россия россия не меняется чем агрессивнее нато тем везде внушают что агрессивной становится не нато а россия эти слова тронули всех американских законодателей кстати возможно дело прежде всего в том что вне зависимости от партийной принадлежности все они хотели лишний раз уязвить трампа который еле терпит нато честно говоря удивляться тут нечему для сша нато является инструментом доминирования рычагом для насаждения своей воли и только трамп похоже в этом вопросе не отличается убеждениями правильного американца трампа интересует торговля а не геополитические военные игры с россией они также вероятно возможно с китаем но он уже вне компетенции нато так какая же ситуация сложилась в нато для чего она нужна сейчас на украине в президенты баллотируется комик зеленский который помимо прочего хочет встретиться с путиным по моему он ни разу не высказался об украинской провокации в керченском проливе поскольку понимает что это была предвыборная операция президента порошенко правда судя по всему операция не сработала западу это не понравилось но простые украинцы выразили свои симпатии видеть 30 процентов в пользу зеленского на фоне 16 за порошенко ничем особенно конструктивным на то не занимается вернее ничего конструктивного в его деятельности нет вообще поэтому альянс пытается нагнетая антироссийскую атмосферу и акцентируя проблему проходимости керченского пролива для украинских кораблей обострить ситуацию до максимальной степени пакет мер нацелен на укрепление разведки авиационной разведки а также предполагает отправку большого числа кораблей стран членов нато в черное море для того чтобы они якобы гарантировали безопасное прохождение украинских кораблей в азовское море зеленский очень успешный актер и шоумен а в отличие от других политиков он рассуждает мало и не по-клоунски серьезно отстаивает принцип нет обещаний нет разочарований если бы так себя вел каждый политик то возможно люди по всему миру меньше ругали бы политику ну правильно ничего не обещаешь ничего не делаешь вернее делаешь то что тебе самому хочется а зеленский действительно программу не заявлял никаких шагов не как это пропагандировал ничего не говорил вообще от слова совсем и вдруг люди за него голосуют наоборот клоуном мне кажется генеральный секретарь нато столтенберг и я предвкушаю каждое его очередное выступление когда стиком на лице он раз от от раза настаивает какой-нибудь мнимый жесткий удар по россии каждый раз мне смешно когда недавно он заявил что россия должна молчать в вопросе о членстве грузии в нато а мне это показалось просто великолепной шуткой а мне на самом деле хочется знать как нато обойдет тот факт что из-за совершенно идиотской грузино-российской войны грузия потеряла южную осетию абхазию да вот вам и консолидированная страна нато наверное консолидированные хотя может в единственном числе точно так же я не знаю что нато сделает когда зеленский который является буквально борцом с украинским постмайданским мейнстримом и прежде всего истеблишментом на самом деле захочет встретиться с путиным и трампом как говорит ясного видения у него нет но в отличие от порошенко зеленский заинтересована в главном он точно хочет мира тогда как же нато будет продолжать антироссийские операции из-за мнимой агрессии россии против украины я согласен с дональдом трампом который в ходе предвыборной кампании заявлял и видимо не оставил этой идеи что нато уже отжившая организация кстати во время встречи со столтенбергом трамп ни словом не обмолвился об украине он лишь не желая забредать в идеологические формулировки повторяет свое требование о повышении расходов на оборону теперь уже на 4 процента раз уж я заговорил о трампе примечательно что в отличие от президента клинтона и обамы которые в честь 50 и 60 годовщины проводили помпезные мероприятия и приглашали глав государств трамп не собирался делать ничего подобного шоумен столтенберг хочет убедительно призвать россию вернуться к договору рсмд но это лишь очередной политический выкрик для сми который вызывает смех а не требует чтобы россия начала выполнять рсмд типа россия вышла из этого договора кто его развалил всего лишь поднятие архивы сми там все написано сила современной нато выражается в том как она проигрывает войну в афганистане о которой трамп опять высказался своеобразно похвалив большой прогресс которого нато достигла в афганистане при этом войну там трамп назвал смешной и неудачной сила современной нато выражается в том как она уходит из сирии и как ее главный юго-восточный член турции совершенно открыто несмотря на угрозы налаживает союз с россией как то так но я не хочу свой комментарий о современной нато полностью посвятить шуткам разумеется в нато сконцентрировано опасное количество безумных политиков и военных которые мечтают о конфликте с россией и сегодня бесспорно само существование нато и его воинственные меры против россии являются главным источником напряженности в мире и могут повлечь за собой пусть даже случайный военный конфликт и тем не менее ситуация уже не та что была пять лет назад факт по прежнему в том что только всегда спокойная взвешенная реакция россии спасает мир от третьей мировой войны и не только лишь благодаря набирающей силы набирающейся сил россии нато сегодня уже не может себе позволить такие преступления как гуманитарной бомбардировки югославии война в ираке нападение на ливию сирию это тоже кое что говорит значение нато сегодня россия почти в одиночку держит самую большую военную организацию в мире под контролем и это хорошая новость к 70 выдuchом создания осталия прошлом и под контролем и это хорошая новость к 70-летней годовщине создания НАТО. Класс. Мне нравится. США заявили о возможности введения новых пошлин на товары из Евросоюза. США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсид... А, это мы читали. Айрбаз. Индонезия и Малайзия протестуют против запрета пальмового масла в ЕС. Страны направили властям Евросоюза письмо, в котором выразили несогласие с поэтапным планом отказа от этого продукта в странах блока. Президент Индонезии Джока Видода и премьер-министр Малайзии Махатер Махамад подписали совместное письмо с возражениями по поводу плана Европейского Союза по поэтапному отказу от использования пальмового масла в возобновляемом топливе. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на индонезийского чиновника. Страны направили письмо в ЕС в минувшие выходные, сообщило изданию Лухут Пайнджайтан, координатор по морским делам, который также курирует вопросы природных ресурсов. Правда, конкретное содержание письма чиновник раскрывать отказался. Индонезия и Малайзия, крупнейшие в мире производители растительного масла, угрожали ЕС обращением ВТО в связи с планом по прекращению использования пальмового масла к 2030 году в качестве возобновляемого транспортного топлива. Так, минутку, здесь Жене еще одну статейку скину. Ух, ничего себе, ты же записывать надо, Жень. Так, минуточку. У меня там на запись, я тебе сейчас покажу сколько. Хочешь посмотреть, сколько у меня тут на записи уже организовалось с моим отпуском? Вот это все надо записать отдельными статьями. Кстати, это надо прочитать просто. Сейчас. Да, это все надо Вот это надо зачитать. Ладно. Может, завтра с утра... А! Я же завтра с утра опять опоздаю. Ну ладно. Разберемся. 60 минут впервые показали на Украинском ТВ. Популярный украинский телеведущий Андрей Пальчевский включился в эфир в 60 минут во время своего эфира на канале Ньюс Ван. На Украинском ТВ было слышно, что говорят и что спрашивают эксперты, ведущие российского ток-шоу. Пальчевский назвал обвинение Петра Порошенко в адрес Владимира Зеленского в том, что он якобы является наркоманом обвинениями гибельсовского типа. По его словам, Зеленский стал тефлоновым. Есть такое понятие в политологии и политике. Это как сковорода с тефлоновым покрытием, к которой ничего не пристает. Подобный черный пиар не сработает, уверен Пальчевский, который, кстати, открыто поддерживает Зеленского на выборах. Все обвинения, которые выдвигаются против него, разбиваются о скалу народного неприятия. играть на этом поле его оппоненту Петру Порошенко очень опасная затея, потому что он сам теряет свой авторитет, считает Пальчевский. Штаб Порошенко обвинил Зеленского в том, что он сдал анализы по наружку и предложил пересдать их всерьез. Президент Порошенко заявил, что вообще считает необходимым внести соответствующие изменения в законодательство в выборах, сделав бы эту процедуру обязательной, потому что вопрос отсутствия алкогольной и наркотической зависимости у кандидата и будущего президента это вопрос национальной безопасности. Сам Порошенко тоже сдал анализы. Вскоре главврач одной из киевских наркобольниц сообщил, что результаты экспресс-теста анализов Порошенко показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества. И я не удивлена. Они по-другому сказать не могли, даже если бы и обнаружили. Сдачу анализов двух кандидатов президента Украины высмеяли все, кто только мог. Больший чемпион мира по боксу Владимир Кличко даже предложил Зеленскому и Порошенко пройти тест во всемирном антидопинговом агентстве. О, Кличко умнеть начал. 1 апреля за... Ну, все, кандидат и так далее. Австрийские СМИ призвали потребовать у Польши возвращения земель ФРГ из-за репараций. Я же говорила когда-то. И если начать всю эту Тягамутину с репарациями, еще неизвестно кому больнее будет. Какому году перемещаться с репарациями собираются? Чего уж, давайте там, когда раскололся общий материк и оттуда начнем отслеживать репарации. территориальные возмещения имею в виду. Германия предложили ответить на требования Польши о выплате 900 миллиардов долларов репараций. Австрийское издание Контрамагазин опубликовало статью, в которой журналисты посоветовали немецкой стороне потребовать у Варшавы возвращение немецких восточных областей. Как пишет Контрамагазин, о Варшаве заявили о намерении получить от Берлина 900 миллиардов долларов США за понесенный во время Второй мировой войны ущерб. Да? А кому тогда Советскому Союзу выдвигать требования репараций? Там целое сообщество стран напало на Советский Союз. Скольким странам Советский Союз простил? А зря. Добрые славяне добрые. И я добрая. Моя доброта меня когда-нибудь погубит. Так. Это было сделано несмотря на то, что ФРГ уже выплатила существенные репарации. Кроме того, польские власти отказались от будущего получения репарационных сумм еще в 1953 году. А вдобавок прибрали к рукам германские восточные области, которые были переданы Польше лишь в управление. Вот про отказ от репараций в 1953 году я целую большую статью тогда зачитывала. Я это хорошо помню. Так что чую сейчас-то откат системы. В такой ситуации возникает вопрос. Не должен ли Берлин в качестве ответного хода на затребованные Варшавой 900 миллиардов долларов потребовать возвращения немецких восточных областей? Если вы выдвигаете бесстыдные требования, мы сделаем то же самое. Пишет в своей статье Михаэль Штайнер. Контрамагазин напоминает, что президент Польши Анджей Дуда некогда заявил о том, что вопрос о репарациях со стороны ФРГ за ущерб причиненной Польше во Вторую мировую войну по-прежнему открыт. По мнению автора материала, вряд ли нынешнее или будущее правительство ФРГ затребовало бы у Польши встыдство польских политиков. Он также добавил, что подобных шагов можно было бы ожидать от суверенного германского правительства, но не от Берлина, нацеленного на абсолютное растворение Германии в Европейском Союзе. Виктор Будкевич автор. Подводная лодка Запорожья от советской доблести до украинской ржавчины. Подводная лодка Запорожье сегодня является чуть ли не старейшей подлодкой на постсоветском пространстве. Большинство подобных лодок уже списаны и утилизированы. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 641 была спущена на воду еще в далеком 1970 году. В составе Северного флота под обозначением Б-435 подлодка совершила 14 дальних походов, среди которых были дружественные визиты на Кубу в Марокко Тунис и серию выполнения ряда учебно-боевых задач. Но уходил в историю Советский Союз а вместе с ним и советская доблесть Б-435. Да уж. Так, 70-й год. Да что ж ты скрипишь? Все скрипит, все трещит. Звуки ужасные, короче. Ну уж извините. Надо стул срочно новый покупать, а то я точно с этого свалюсь. Слушайте, она ржавая даже снаружи. А как же она плывет? Нет, ну я понимаю, что катера тащат, но как она не тонет? Значит, она не проржавела насквозь? Так, что ж ты? Вот так. В 1990 году подводная лодка была передана в состав Черноморского флота после раздела Черноморского флота СССР Б-435 оказалась на украинской стороне, где позднее получила название Запорожье, в честь Запорожской области взявшей шество над субмариной. На Украине на лодку возлагали большие надежды, окрестив ее подводным флагманом ВМС Украины. Был создан даже специальный дивизион, в который входила одна боевая единица подлодка Запорожья, но позднее по финансовым соображениям его упразднили, а подводную лодку перевели в состав надводных кораблей. Прослужив 20 лет советскому флоту, субмарина требовала капитального ремонта. Меняющиеся президенты и министры обороны Украины высказывали неоднозначное мнение по этому вопросу. На бумаге ее неоднократно ремонтировали, продавали и утилизировали. Подлодка простояла на ремонте, покрываясь ржавчиной. Только в 2012 году, после частичного ремонта, она вышла в море в составе флота Украины, а годом спустя произошло торжественное зачисление подводной лодки Запорожья в состав ВМС Украины. В 2014 году, после государственного переворота, субмарина Запорожья с частью экипажа оказалась в России. Дальнейшая судьба лодки, а точнее того, что от нее осталось после украинской эксплуатации под вопросом. Очевидно, что морально и технически устаревшая она не может использоваться как боевая единица. Рассматривается вариант применения бывшей единственной украинской подводной лодки Запорожья в качестве музейного экспоната в Балаклавском музее в Крыму. Про музей Балаклаве я вам тоже читала много уже. Порошенко назвал себя русскоязычным человеком. Фитер Побер Президент Украины Порошенко объявил себя русскоязычным человеком и выразил готовность написать диктант в подтверждении этих слов. С таким заявлением Порошенко выступил в эфире телеканала ICTV, обращаясь к жителям Восточной Украины. Как сообщает ТАСС, руководитель страны, подчеркнул, что сам он может свободно пользоваться русским языком. Мы должны сохранить Украину. Никто не будет посягать на ваше право говорить на русском. Я сам русскоязычный и я уже много раз говорил, что для меня естественно говорить на русском языке, сказал Порошенко, перейдя в свои речи с украинского на русский. Впрочем, президент призывал телезрителей учить украинский язык, пообещав, что после этого у них все будет хорошо. Порошенко ответил, что владеет несколькими иностранными языками и уважает их. Гражданину Украины надо создать комфортные условия и не ущемлять в праве общаться в быту в школе на том языке, который ему удобнее, заявил украинский президент. Это обращение сделано в преддверии намеченного на 21 апреля второго тура выборов президента Украины, в котором Порошенко участвует в качестве кандидата противоречит ранее проводимой политики правительства страны в отношении русского языка. Это вообще похоже на издевательство. Несмотря на то, что для существенной части украинских граждан русский является родным, власти страны в последние годы проводили активную работу по вытеснению его из всех сфер общественной политической жизни. Так, в сентябре 1917 года Порошенко утвердил поправки в закон об образовании, предусматривающие полный школах. Год спустя в Украине вступил в силу закон, устанавливающий минимальную долю программы песен на украинских радиостанциях, а в нынешнем году Верховная Рада продолжает рассматривать законопроект об обеспечении украинского языка как государственного. Документ предусматривает определение украинского языка как единственного государственного, а также предполагает введение штрафов за несоблюдение требований закона и уголовной ответственности за публичное унижение языка. Порошенко приветствовал эту законодательную инициативу, но обратился к депутатам с просьбой сделать закон более сбалансированным. Я же говорю хитер-бобер. Порошенко обвинил Россию в своих проблемах с алкоголем. Президента Украины удивило предложение сдать тест на алкоголь и наркотики. Глава украинского государства Порошенко поучаствовал в телепрограмме Свобода Слова на телеканале АСИ-ТВ. Первое лицо страны решило прокомментировать сдачу тестов на наличие в его организме алкоголя и наркотиков и посвятил часть эфира теме своих отношений с зеленым змеем. Напомним, пройти соответствующее обследование потребовал лидер президентской предвыборной гонки Владимир Зеленский, который также сдал тест. Это было условием Зеленского для его участия в дебатах. Данное требование удивило Порошенко, так как, по его словам, прошло уже более 35 лет с того дня, как он последний раз был пьяным. Кто-нибудь ему нарезку из видео разных сделайте. Как утверждает президент Украины, его жена ни разу не видела его в таком состоянии после свадьбы. Однако, глава государства в курсе слухов о том, что он пьет не просыхает. Но, эту недостоверную информацию распространяет российская пропаганда. Ага, и она же снимает и логотипы потом на видео ставит украинских телеканалов. Ох уж эта российская пропаганда. Напомним, ранее заявлением о том, что Порошенко не алкаш, выступил бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили. Слухи о пагубном пристрастии Порошенко к горячительным напиткам Саакашвили опроверг, как его давний знакомый. Правильно, вместе же это. Ты меня уважаешь? Из этой же серии на трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на неэффективность управления, сказал политик. Ну, и последнее для блока новостного это Яблоков. Да, давно я его не читаю. Слушайте, ну, не в пост даже читать вот такие пошлости, которые позволяют себе Зубченко и Яблоков. Ну, я так понимаю, что это одно лицо. Только Яблоков более отвязно пишет. Но сама статья, суть статьи интересная, поэтому я ее решила таки прочесть. Этот блок новостной вы потом увидите, повтором услышите. так что ночью, пожалуйста, не пугайтесь и не пишите мне, Ленка, марш, спать. Может ли Порошенко победить во втором туре выборов? Вне всякого сомнения. Но это уже будут не выборы, а сплошной экстрим с бегством к украинско-молдавской границе в итоге. Тем не менее, постоянно появляются достаточно стройные логически обоснованные версии об экзотических сценариях сохранения Петра Алексеевича во власти. Кстати, я писал, что Порошенко заявил, будто является абсолютно русскоязычным. Это к вопросу о клинических изменениях, которые в настоящее время происходят с психикой кандидата номер два. Теперь об экзотике. Парламентская республика, точнее, парламентская форма правления с минимальными чисто представительскими функциями избираемого лидера. Вся власть будет отдана олигархам, которые будут управлять регионами напрямую и с помощью своих представителей фракций в Раде. Подождите, ржать! Версия серьезная, конспирологическая и источники утверждают. Да, такие переговоры проведены. Эмиссары Петра Алексеевича провели ряд встреч с местным олигархатом. Даже к Игорю Валерьевичу ездили в солнечный Тель-Авив. Все согласны. И Коломойский тоже. Якобы он уже успел поссориться со своей марионеткой Зеленским, побили горшки, посуду и прочие фаянсовые изделия, ударили по рукам. Теперь вся мощь олигархических СМИ будет работать на победу Петра во втором туре. Лучшие израильские специалисты станут накидывать на правой коленке Герасченко, которых из Герасченко план сохранения власти. Порошенко согласен на все, даже на роль говорящей мумии при полном доминировании олигархата. Понятно, что дыма без огня не бывает. Подтверждаю, что идея перехода к парламентской форме правления периодически появляется в момент очередного кризиса. А кризисы у нас, как известно, случаются постоянно. Снег, пошел кризис, отопительный сезон начался то же самое. Выборы президента вообще являются вершиной кризиса. Поэтому сценарий ограничения полномочий президента начинает пользоваться большой популярностью. Давайте, ребята, резко снизим ценность главной табуретки страны, чтобы потом не было так больно за неправильно сделанный выбор. Слишком дофига у главкома полномочий он постоянно ставит в колено-локтевую позу очень уважаемых людей. Летом прошлого года с подобной инициативой выступила Юлия Владимировна. Конституционная реформа парламентская республика канцлерского типа консенсус олигархов референдум. Сначала она заинтересовала потенциальных игроков. А потом все пошло по одному месту. Каждый олигарх сделал свой выбор. И так у нас было всегда. Любой олигархический заговор заканчивался тем, что все объединялись против Игоря Валерьевича. Пытались его задушить, однако в итоге Коломойский всегда возвращался из привычного изгнания и начинал проделывать очень болезненные манипуляции с участниками проекта «Парламентская форма правления». Сразу после первого тура, когда Петр Алексеевич еще питал какие-то иллюзии фронтовичка Виктория Сюмар, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова неожиданно прозрела. Она произвела несложные арифметические вычисления, сложила две цифры, поделила все на два и поняла. Президент обречен и предложила ему перевернуть шахи в нытью. Так у нас называют шахматную доску. Резко поменять правила игры, быстро и решительно вести парламентскую форму правления, встать над схваткой, не допустить реванша за билов и добровольно согласиться на обрезание полномочий по самый кончик. Возможно, это бы и сработало. Однако, оглушительное поражение в первом туре повергло Петра Алексеевича в состояние Гроги. Он поплыл, потерял ориентиры и самое главное запутался. В первую неделю после провального тура Порошенко сдавал анализы и бегал за Зеленским требуя дебатов. Вторую неделю начал с того, что столкается в совершенных ошибках, нести полный бред, больше никаких друзей назначать не буду, я русскоязычный в натуре, давайте примем закон об импичменте президента. Довольно жалкое зрелище, которое не возбудило даже самых упоротых парохоботов. Наоборот, возникло какое-то жестокое желание добить шатающегося главкома и процесс в этом направлении пошел. Открыто взбунтовался одесский губернатор, который публично отказался выполнять указ Порошенко об отстранении его с должности. Более того, провел флешмоб со своими сотрудниками, фоткались с табличкой, провел честные выборы, отстранен. Тем самым, был послан сигнал другим губернаторам, которые сейчас ходят под угрозой увольнение. Шутка ли, 25 глав обл.администрации не справились с четким и понятным приказом обеспечить победу сами понимаете кого. А победил Зеленский. Необходимы показательные расправы перед вторым туром, иначе все вообще развалится. Сетка по подкупу избирателей, штабы, система финансирования на местах. На чем держится система? На страхе. И вот начался бунт в Одессе. Как должна действовать сильная власть? Немедленно направить в сепаратистский очаг спецназ, спецраз, Корд, Альфу и Бету, арест вертолетом в Киев и избрание меры пресечения. А что происходит на самом деле? Спикер избирательного штаба Порошенко, какой-то Олег Медведев, комментирует ситуацию, рассказывает о заседании кабина, на котором, возможно, будет рассмотрено представление на увольнение одесского губернатора. Со стороны премьера Гройсмана полное пугающее молчание. Вместо того, чтобы резко созвать кабин, обрушиться с критикой на Губера и выгнать его к бабушке того же Гройсмана, никаких телодвижений. А вот как приводить в таких случаях запланированный парламентский переворот. Кстати, о Раде. Спикер вернулся из Катара. Там проводился какой-то важный межпарламентский форум с верблюдами и пальмами. Парами щеголяет свежим загаром и всем охотно показывает разницу. Нынешняя неделя пленарная. Знаете, чем занимается и будет заниматься Верховная Рада до второго тура? Рассмотрением закона про мову. Осталось каких-то 800 поправок. Ничем другим парламент заниматься не может, поскольку, по словам загорелого спикера, вошел в процедуру рассмотрения. Хоть ядерная война, хоть широкомасштабная сухопутная операция РФ, только мова, только тотальная украинизация. Вы представляете, как безнадежно устарела повестка дня, предложенная гарантом? Он же рассчитывал возбудить электорат своим законом про мову. Армия уже была, Томас был, осталась мова. Теперь это вообще никого не волнует. Интерес к тому, что происходит под куполом нулевой, даже со знаком минус. Только когда депутат Купри объявил о создании парламентского объединения за будущего президента Зеленского, был зафиксирован небольшой всплеск интереса. Короче, парламент вычеркиваем. Там все прячутся за мовой, поскольку понимают, скоро придется выходить в поля и переизбираться на осенних выборах. Выжидают. Никаких решительных действий до второго тура не будет. Порошенко, повторюсь, поплыл. Вчера пришел на телеканал олигарха Пинчука ICTV, где ему создали абсолютно комфортные условия. Никакой зелени. С любой точки студии видно лишь обгорелое на солнце лицо порубея, пришедшего поддержать своего президента. Андрей был настолько не в теме, что решительно отверг идею расширения полномочий Рады, поскольку в Украине идет война. Сам главком, который уже принципиально не носит галстук, чтобы быть ближе к молодежной аудитории, мучительно нащупывал нить для спасения из безнадежной ситуации, но не нащупал. Даже непонятно куда делись былой пафос, задор и постоянный крик. Мы все смотрели выступления лидера во время тура по городам и силам нации. Он же за пять минут побеждал Путина два раза подряд. Теперь же какие-то тихие монологи, противоречивые заявления и обреченность в правом глазе. У Порошенко есть желание делать все, что угодно, лишь бы изменить настроение в обществе. Однако сделать это вообще невозможно. Дебаты за сутки до дня выборов, которые могут состояться на Олимпийском, вообще ничего не решают. И это подтвердил уже упомянутый Олег Медведев. Не зря же Порошенко предлагал Зеленскому встретиться 14 апреля за неделю до часа икс, чтобы за оставшееся время хоть попытаться всем объяснить, что на самом деле Петр победил. А так повздорили, все разошлись и проголосовали. Понятно как. На мой взгляд, проводить такую сложную операцию, как смена формы правления, просто нереально. Кто выступит гарантом смены? Петр Алексеевич, Ренат Ахметов, не смешите меня. И так ржу постоянно. Что можно сделать за 11 дней до голосования? Ничего. Просто надо расслабиться и получать удовольствие от процесса. Какой процесс, такое удовольствие? Александр Яблоков. The end. А лучше было and the. Так, сейчас я вам напоследок хочу прочитать такие, как бы это сказать, зарисовочки. да мы тут в стримерской немного поугарали. Сейчас. Сейчас прочитаю. только найду. Вот. Обморок. Дед работал на скотобойне. Ну и мясо, конечно же, таскали себе, пряча кто куда. А дед страсть любил жареное коровье вымя. И чтоб на проходной не поймали, прятал его себе в штаны. Такие спецовые с пуговичками. Так вот, после очередной смены возвращался дед домой с хорошим куском в штанах. Уже в автобусе, не заметив, что одна пуговичка расстегнулась и телячий сосок вывалился из шеренки, а кондукторша, сидящая напротив, заметив вялое болтание у него между ног, стало деду глазами показывать, чтоб шеренку застегнул. Дедуля со смущением стал этот сосок обратно запихивать. Пока он теребил свою шеренку, у него вываливается второй сосок. у кондукторши глаза уже квадратные, ей явно стало не хватать воздуха. Она стала махать руками в сторону деда и открывать судорожь на рот, но старик долго не стал мучиться и со словами «Да чтоб они провалились!» достал складной ножичек и отчирикал соски, пряча их в карман с довольным видом. Взглянул на кондуктор, чтоб произнес «У меня еще есть кондукторши!» Этого уже не услышала, потому что закатив глаза, с грохотом рухнула в пролет автобуса. Откачивали даму всем автобусом. «Опять слезы потекли!» Ну, второе не такое смешное, но по сути мамы меня поймут. Дети это счастье. 6.50 «Будила сына, включила чайник». 6.55 «Будила сына, сделала яичницу». 7.05 «Будила сына, уснул в туалете». 7.35 «Ушел в школу, вернулся, забыл сменку, ушел в школу». 8.32 «Прислал смс, забыл футболку на физкультуру, просил принести». 9.05 «Вышли с мелким из дома, гулять по утрам полезно, особенно в минус 19.00, отнесли футболку». 12.35 «Звонила сыну, сказать, чтобы не задерживался после школы, на улице минус 18.00, на тренировку к двум, не брал трубку». 12.40 «Звонила сыну». 13.10 «Одела мелкого, пошли искать, гулять полезно, особенно в минус 18.00». «А, говорила уже». 13.20 «Нашли у школы, катался с горки, выступал в роли ледянки, излучал счастье, обещала себе не орать, не выполнила обещания». 13.30 «Дома». «Оказалось, что тренировку перенесли на 15.00, на 15.00 не понимал претензий, сориентировался, изображал раскаяние, был убедителен, пила валерьянку, было стыдно». 13.50 «На вопрос про оценки порадовал пятерками по английскому и физкультуре». 14.00 «В электронном дневнике обнаружена оценка за контрольную по английскому 2.00 дробь 5.00 «Изображал раскаяние, не хотел расстраивать мать, был убедителен, пила валерьянку, испытывала уныние и грусть». 14.30 «Дала деньги на проезд, телефон, варежки, перчатки утеряны дважды, выпроводила на тренировку». 17.30 «Ходили с мужем и с мелким по магазинам, звонила старшему на сотовый, был недоступен, звонила на домашний, не брал». И так 6 раз испытывала тревогу. «Да твою ж мать!» 18.10 «Приехали домой и обнаружили на парковке почти снеговик, потерял ключи, телефон сел, испытала облегчение и желание убить, но облегчение больше». 18.30 «Узнала, что внутри пластикового корпуса гантелей насыпан песок, был насыпан». Любознательный сын изображал раскаяние не очень убедительно, пылесосил светло-бежевый ковер с длинным ворсом. С 19.00 до 21.00 «Делали уроки без комментариев, как-нибудь отдельно напишу». 21.10 «Жег в туалете туалетную бумагу, оплавил стульчак, отрицал, перед лицом железных доказательств сдался, раскаяние не изображал, утратила способность испытывать эмоции, дала мужу валерьянки». 22.00 «Лег спать, не пошла целовать перед сном, я тоже человек, имею право обижаться». 22.03 «Пошла целовать перед сном, я же мать, я не имею права обижаться». 22.30 «Пришел сказать, что на завтра задали доклад по музыке про романс». 23.00 «Слово «романс» пришло к нам из Испании, где первоначально обозначалось стихотворение на испанском, романском языке, рассчитанное на исполнение с музыкальным сопровождением». Автор Татьяна Булдарева. А я хочу вам напомнить о том, что круглосуточный канал «Народная дипломатия» работает на общественных началах, тубишь, бесплатно, и ваша любая финансовая помощь приветствуется. Всем спасибо за внимание. Отдельно статьи сюда, в блок новостной входить не будут. «Народная дипломатия»